15 октября во всем мире отмечался День Белой Тройсти, символ незрячего человека. А в Подмосковье в этот день стартовал месячник с одноименным названием, инициатором которого стало Министерство социальной защиты Московской области. Этот праздник – это возможность еще раз нам, всем людям, понять, что рядом с нами живут люди с ослабленным зрением или без зрения. И помогать этим людям. У нас существует такой совместный план мероприятий различных. Не только наш центр участвует в этих мероприятиях, но и другие центры социальной службы города. Вот сегодня у нас проходит лектория и здоровье пенсионера, такая есть форма. Но вот в рамках этого лектория совместно с Клинским управлением здравоохранения и с Центром по обслуживанию семьи, детей, семья, это социальное учреждение, мы проводим День психического здоровья. Сами участники считают, что проведение таких мероприятий необходимо. Это способствует тому, что эти люди, они как бы приобщаются к обществу, и общество их принимает такими, какие они есть. Я слышу про безбарьерную среду, что есть светофоры, которые со звуковым сигналом, и есть такие пешеходные переходы, которые накрашены в желтый цвет. Они помогают, безусловно, слабовидящим, даже слабослышащим людям, которые у нас есть в районе, помогают переходить дорогу и не попадать в аварии. Про автобусы я забыл, хочу добавить, что не во всех автобусах пока объявляют остановки. Мое желание, чтобы во всех автобусах, в том числе в новых, которые из Сергея Посада были доставлены, объявляли остановки. Это для слабослышащих людей. Кстати, Дом ветеранов можно считать образцом учреждения в плане обустройства и доступности для инвалидов. А недавно здесь открыли специальный компьютерный курс для слабовидящих людей. Данный компьютер имеет такую функцию, как голосовое сопровождение. То есть, например, мы попробуем создать вакуум на рабочем столе. Для навигации используете стрелки вверх и вниз. В – вид под меню. Д – К – сортировка под меню. Т – ставить вверх недоступно. Я – параметры графики под меню. Данный компьютер позволяет работать, в частности, в текстовом редакторе Word, в табличном редакторе Excel. Также, например, позволяет проводить сканирование, в частности, форматы Word, форматы PDF. Ну и также, естественно, непосредственно работать с операционной системой Windows 8. Стандартная программа рассчитана на три месяца. То есть, первый месяц – это знакомство с компьютером, второй месяц – это работа в текстовом редакторе, и третий месяц – это работа в интернете. Если у пользователя по прохождению вот этого трехмесячного курса обучения появляется желание учиться дальше, он может записаться также еще и на расширенные курсы. Основные мероприятия в рамках месячника «Белая трость» еще впереди. Поэтому Клинский дом ветеранов приглашает 27 и 28 октября всех желающих принять участие в празднике «Краски осени», а также в спортивном флешмобе, который пройдет на площади у Ледового дворца. Артем Мельников и Александр Феофанова. Специально для программы «Мой Клин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова